Дорогие коллеги, мне очень приятно, что у нас укрепилась традиция таких встреч и что мы проводим уже третий конгресс. Нам приятна сама возможность общения на культурной лиле и мы, естественно, каждый раз долго думаем, как выстроить работу на следующем этапе. Так было и на сей раз. Поэтому наши конгрессы и похожи, и не похожи друг на друга. Они всегда остаются в памяти как некоторое новое достижение. И мне хочется сразу пожелать, чтобы и на этот раз так произошло. И поэтому, на одной стороне, все конгрессы и конференции очень похожи. Но в то же время, всегда есть разница между ними. И мы всегда хотим новые достижения и новые достижения. И я надеюсь, что это будет случаться в этом году. У нас так повелось в России, что юбилейные даты очень часто становятся отправной точкой для такого рода инициатив. И в прошлом году это было до 150-летия Московской консерватории, которую мы ответили, в том числе и научным конгрессом. Ну а в этом году это столетия русской революции, революция 1917 года. Сейчас уже возникла та призма времени, которая позволяет рассматривать это событие в широком культурологическом контексте. И уже это давало нам возможность достаточно углубленно отнестись ко всем событиям, которые окружали эту дату. Сейчас мы видели определенные события из этого времени. И это позволило нам взять глубокую перспективу на эти дистанционные события, чтобы мы вообще можем исследоваться в глубоком глубине. Но когда это и стало происходить, и мы собирались обсуждая эту перспективу, то стало ясно, что круг явлений надо еще более расширить. И рассматривать не только революцию 1917 года, а саму революцию как феномен. И такой подход позволил действительно развернуть панораму тех явлений, уже изучение которых само по себе интересны исторически. Но и помимо этого обострить некоторую полемику. И рассматривать это в аспектах, которые обходят уже практически к узловой проблеме революции и эволюции. И таким образом возникла вот эта программа, на мой взгляд, это интереснейшая программа нашей сегодняшней конференции. И поэтому единственное, о чем можно сожалеть, что очень трудно охватить это самому, присутствуя на всех этих секциях, я слушаю эти интереснейшие доклады. И поэтому это так, как наш программа вообще исчезла. Единственное, что я не помню, это то, что я не могу действительно быть присутствием на всех революциях, не могу иметь это все. Но именно это обстоятельство и обязывает нас не просто бережно отнестись к тем материалам, которые здесь будут представлены, но и в скорейшие сроки давать их публикацию, что тоже мы, естественно, обязательно сделаем. Поэтому я сразу прошу снабдить нас этими материалами, тем более, что еще будут отражены материалы круглого стола и итогового нашего обсуждения. Поэтому для того, чтобы этот сборник оказался востребован и интересен не только тем, кто присутствует на конференции, но вообще всем специалистам, очевидно, нужно сразу же взять вкус на его обеспечение достаточно подготовленными в революционном случае материалами. И, наконец, я хочу особенно тепло поблагодарить тех, кто приехал издалека, тех, кто стал участниками этой конференции и, прежде всего, нашими гостями из-за рубежа. Я надеюсь, что им будет интересно и приятно. И обращаю внимание, что во всех четырех залах Московской консерватории в дни конференции будут проходить интереснейшие концерты. И поэтому это все доступно для вас. Достаточно просто что-то выбрать, ну и сообщить о комитетах о своих пожеланиях. И, of course, I would like to welcome those who came from the road to visit the conference. Our guests, our dear guests, and apart from the conference program, the full halls of the Conservatorylia pushed very interesting, very exciting концерты. Please, once you pick the concert that you'd like to visit, please inform our organizational committee, и они будут организовать этот концерт и приводить вам тикет. Каким образом начинаем работать, я желаю вам, чтобы они были в конце концерта. Но я бы хотел вам показать вам, что много работы были выполнены после этого концерта. Я бы хотел бы обещать эту возможность и благодарить Константину Владимирович Земкину, который действительно сделал его лучше, чтобы это было в лучшем способе, и даже с радостью и зестой. Таким образом, начинаем работать. Я желаю вам приятного времяпровождения и всяческих радостей. Спасибо.